Субтитры сделал DimaTorzok Трансплантат является методом выбора при двухэтапных методиках, когда необходимо первым этапом создать ширину прикрепленной кератинизированной ткани, а затем это все совместит коронально в виде трапециевидного плоскута. В таких случаях противопоказано использовать эту методику. Это высокие эстетические требования пациента, широкие и глубокие рецессии, конечно же это верхняя челюсть. Эффективность метода относительно невелика при устранении рецессии Дисней. Поэтому тут очень важно понимать, что эти методы мы рецессию не устраняем, то есть не стремимся устранять рецессию, а мы стремимся создать мягкие ткани, прикрепленные. И эстетический результат далек от оптимального. Перед любым оперативным механизмом мы проводим диагностику. У каждого из вас и здесь, и на работе должен быть протонтологический зонд, как вы его зовут. Узнали очень важный инструмент для того, чтобы определить статей клинического прикрепления. Вот это возлучение. После этого, то есть сейчас мы практически уже говорим о оперативном вмешательстве, о этапах оперативного вмешательства. Первый этап – это диагностика. Второй – это местная анестезия. Очень важно делать адекватно местную анестезию. Он нескольким параметром. Первый – чтобы вам не докалывать каждые 30 минут по требованию пациента. Если такое случается, это значит, что пациент волнуется. Волнение пациента приводит к кровотечению. Кровотечение приводит к дополнительной анестезии. Это приводит к ускоренной операции. А это вызывает плохие последствия. Поэтому адекватная анестезия. Я не делаю анестезию с оптонестом, с кондонестом. У любого хирурга – это у тракоин, это у бистезин. И очень важно делать анестезию далеко вглубь переходной складки. Не делать только по линии слизистодисневого соединения. Очень глубоко надо колоть. И вестибулярно, и нёдно, и язычно. Рецессия деснея, операция по устранению рецессии в области до трёх-четырёх зубов, например, в переднем отделе 32-42 зубов, обычно длится с забором транспланта не более 80-90 минут. И для вот этой операции, для такого периода достаточно анестезии в самом начале. Больше не нужно делать. Поэтому не нужно экономить, не нужно заботиться о здоровье человека будто бы. Анестезия должна быть адекватной. Дальше мы проводим сглаживание поверхности корня. Вторая часть, на которую немногие обращают внимание, но которая приводит к осложнениям. Если этого не делать. Значит, на сегодня доказано, что можно использовать и ручные инструменты, и ультразвуковые скейлеры. Если вы работаете ультразвуковым скейлером, то мы обязаны обрабатывать как вестибулярную часть зуба, так и аппроксимальную, не забывая о язычной или днёбной поверхности зуба. Если вы обрабатываете скейлером, ручными периодами, простите, то вы обрабатываете только вестибулярную часть, аппроксимальную язычную, не трогаете. Если вы используете ультразвуковые скейлеры, то частота обработки должна быть регулярна. Я как делаю? Провожу анестезию. Пока анестезия действует, 4-5 минут обрабатываю скейлером. Провожу некоторые разрезы. Когда нужно отдохнуть от разрезов или от мобилизации лоскута, ещё раз, беру скейлер и обрабатываю. Какой ещё залог успеха? Ни в коем случае нельзя сушить раневую поверхность хирургическими слюноотсосами. Нежелательно касаться десневой ткани, в частности лоскута, сухими тампонами. Нежелательно использовать, какие бы ни было, ретракторы между лоскутом и поверхностью зубов. То есть не должно быть никакой травмы для лоскута. Пинцетом практически не работаем, а если работаем, то очень аккуратно и не оказывает никакого давления. Перед фиксацией трансплантата ещё раз обрабатываю поверхность корней ультразвуков. Чем чаще, тем лучше. Но работать правильно, параллельными движениями, ни в коем случае не нанося травму зубу. Химическая обработка поверхности корня. Химическая обработка поверхности корня. Можно использовать готовые препараты в виде правгеля. Можно самому сделать тетрациклиновую мазь, лимонную кислоту. По научным данным, учёные разделились на 2 класса. Кто-то говорит, что химическая обработка поверхности корня приносит результат. Кто-то говорит, что это невриятный результат. Я в 99% случаев не использовал ни готовые препараты, ни вручную изготовленные. Потому что достаточно мне только работы с келлером. И результат стабильный, рецидива нет, повышенной чувствительности этого тоже нет. Если вы используете претигель или другие кислоты, антиготики, нужно быть очень осторожным. Не нужно делать большую массу и просто его положить на корень, чтобы она растекалась по костной ткани, по лоскуту. Вам необходимо всего лишь маленький участок обработать. То же самое касается использования эндогейна. Если кто-то его использует, то его тоже надо прям капельку. И если вы используете претигель, очень важно две минуты, как указывается в листочке, две минуты его смывать с физиологическим ворствором. Если вы используете претигель и эндогейн, очень важно следовать инструкции. А именно там и указано, что перед применением за два часа он должен быть извлечен из холодильника и помещен в кабинет при комнатной температуре. Поэтому если вы используете, вы посмотрите, он сейчас находится в холодильнике или в кабинете у вас. Он должен находиться в холодильнике. Многие меня спрашивают, я использую эндогейн и у меня нет результата, а тот, кто использует эндогейн, у него результат есть. Я вас прошу прочитать внимательно инструкцию. Там указано, что препарат эндогейн, он не влияет на окончательный результат операции. На результат операции влияют мануальные навыки врача. Эндогейн – это 1% от того, что необходимо сделать во время операции. Не думайте, что если он стоит 15 тысяч рублей, значит, он должен отработать на 150%. Нет, он просто стоит дорого. Это просто одна капля денег. Поэтому не надо себя недооценивать. Поэтому если вы хотите добиваться результата, надо работать над мануальными навыками. Мы сейчас начнем практику, поэтому сейчас мы дадим вам деревянные шпателя. И будем в пенте работать.